Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и меня очень сильно просили сделать обзор на Т-2020, который в составе вот этого вот набора есть сейчас на продаже на Лесте. Я так понимаю, что просьба по поводу того, чтобы сделать обзор именно на эту машину связана с тем, что другие обзорщики решили обойти ее стороной. На сегодняшний день есть огромное количество обзоров на Лорку, есть огромное количество обзоров на Чифтейна, а вот Т-2020 почему-то особо обозревать не хотят. Ну что ж, не хотят, тогда это сделаю я. Ну а к вам обращаюсь со встречной просьбой. Пожалуйста, подпишитесь на канал, помогите каналу развиваться. Ваши подписки очень важны для получения соответствующего нормального рейтинга на YouTube, для того, чтобы меня предлагали другим зрителям. Спасибо вам большое за благовременно. Что касается машины, Т-2020 машина с фишкой, но машина бестолковая. Фишка заключается в том, что во время того, как вы стреляете, вот это вот все раскрывается, открывается лючок, вращается вентилятор. И это одна из немногих машин, у которых есть вот такая вот механика. Но эта механика абсолютно ничем не помогает в бою, просто для красоты. И видите вы это только если вы играете не вот так вот, а смотрите на свою машину видом сверху. Короче говоря, вроде бы и фишка есть, а вроде бы и толку от нее нет. Ну а что касается того, насколько толковая машина, давайте будем кратенько обсуждать технические характеристики и потом зарвемся в бой. Что касается орудия. Орудия крайне неприятные. Время сведения безбожное 5,3. Это с учетом того, что у меня в оборудовании установлено все на улучшение времени сведения. Но это просто таки нихрена не помогает. По другому я выразиться просто не могу. Действительно крайне сложно на нем сводиться и работать на этой пушке на дальних и средних расстояниях. Просто ужас какой-то. Реально ужас. Что касается разброса. Забегая наперед скажу, разброс тоже крайне неприятный. И снаряды в основном не идут в центр вашего прицела, а идут как раз в радиусе вашего разброса. Короче говоря, точностью орудия тоже не обладает. Ровно как оно и не обладает нормальным приемлемым временем перезарядки. Целых 12 секунд, ребят. Да, кто-то скажет здесь альфа 400. Но толку от этой альфы, если вы отбрасываете ее не сильно точно каждые 12 секунд. И таким образом ваш ДПМ с учетом установленного оборудования и амуниции составляет с натяжкой 2000 единиц в минуту. Но это действительно крайне неприятная цифра на 8 левеле среди тяжей. Ну и завершающей ложкой дегтя здесь является угол склонения орудия вниз минус 6. Мало того, что ты косой, мало того, что ты долго сводишься, мало того, что ты перезаряжаешься, блин, практически полгода, так ты еще и не можешь от неровности отыгрывать. А от неровности отыгрывать было бы на этой машине неплохо по одной простой причине. Потому что если вы посмотрите на броню данной машины, то вы обратите внимание, что здесь особо похвастаться нечем. Здесь в верхних бронелистах, с учетом приведенки, максималка, которую я находил, была 242. Вот здесь вот. Все остальное меньше. Что касается нижнего бронелиста. Да, здесь позитив заключается только в том, что он очень маленький и расположен таким образом, что пробивается только лишь если вы неправильно вот так вот как-то на горочку на какую-то поднимаетесь. И вам начинают сюда тогда выцеливать. Но по большому счету, зачем это делать, если можно зарядить голду и этой голдой вам не кисло зарядить. Тавтология получается, но из песни слов не выбросишь. Если вы снимете вот эти великолепные маски, которые в шикарный внешний вид дают машиням, то под ними вы увидите силуэты обычного какого-нибудь ИСА, ну, либо китайской техники. Здесь есть приведенка, она гораздо интереснее, чем в верхних, простите, бронелистах. Но все-таки, ребят, как только вы доворачиваете немного орудия, ну, соответственно, здесь оголяется такая шикарная щека, в которую будет залетать просто-таки на ура. Ну, а если к вам заехали с бортов, то здесь вам танковать особо, понятное дело, нечем. Есть позитив, если вы играете от ромба и бить вот как-то сюда, то, безусловно, здесь будут однозначные рикошеты, но для этого вам еще надо башню правильно поставить. И для этого надо, чтобы ваш соперник не хотел выцеливать ваши вот эти вот две комбашни и не хотел выцеливать нижний бронелист и думал, а зачем мне бить вот сюда вот где 214, лучше-ка я ударю сюда вот в этот скошенный борт. Ну, какая-то такая логика, наверное, должна быть у нашего соперника. По корме здесь разговаривать особо не о чем. Что касается сравнительной таблицы, ребят, вот она, пожалуйста, установлена. Мне вписали в комментариях, убирай отсюда оборудку, да. Но, ребят, оборудка здесь активирована у всех машин автоматом на досылатель, и таким образом процентное соотношение, оно сохраняется в любом случае. Ну, а если я на всей вот этой вот проценте буду бегать и на каждом отключать, я замахаюсь пыль глотать. Поэтому давайте оставим все как есть и просто будем смотреть на разницу в процентном соотношении. Если вы обратите внимание на показатели по орудию, то вы также обратите внимание, что у многих машин китайских практически то же самое орудие, за исключением того, что скорость полета снаряда у них похуже. Здесь действительно скорость полета снаряда довольно-таки добротная, 2400. Но толку от этого крайне мало, потому что на этом косом орудии с огромным временем сведения отыгрывать на дальних расстояниях, когда действительно важна скорость полета снаряда, ну, практически невозможно. Что касается второго показателя, который отличается, если сравнивать с китайской техникой, то здесь идет уровень пробития типа выше, чем у китайских машин. Но, ребят, выше всего лишь на 6 миллиметров, и я не могу сказать, что это действительно существенно в бою. Но я, по крайней мере, разницы особой не ощущаю. Если мы с вами поедем дальше по вот этой вот всей простыне уровня восьмого нашего, и обратите внимание, что я убрал отсюда машины барабанные, здесь была бы простынка еще подлиннее, то, соответственно, ребят, вы обратите внимание, что есть две машины, у которых тупо такое же орудие. Это ИС-5 проходной, ой, господи, проходной, премиумный, который стоит полторы тысячи золота, если вы находитесь в клане и доберетесь до соответствующего десятого уровня снабжения. И тогда вы сможете взять себе машину за полторы тысячи голды тупо с тем же самым орудием, один в один. И во многих других показателях машина, я бы сказал, ну, та же самая. Да, пускай доходность на каких-то там 10% меньше, но поверьте, за полторы тысячи золота лучше на 10% меньше доходности, чем за существенно большую сумму брать себе, если отдельно, Т-2020. Вот что касается самого орудия. Что касается подвижности. Машина к особо подвижным машинам не относится, но в то же время и задних не пасет. Я бы сказал, что по подвижности это такой себе среднячок, на котором вы вполне нормально, комфортно, спокойно передвигаетесь по картам. По крайней мере, это быстрее, чем ездить на Левчике, это быстрее, чем ездить на Тигре втором. Кто имеет одну и вторую машину, те меня поймут. Ну, то же самое касается и Шкоды Т-56 и Бофорса. Вы будете бодрее ездить, чем на них. В то же время вы будете, я бы сказал, не намного бодрее ездить, чем тот же самый ИС-5, потому что вот тот вас будет превосходить на целых 2 километра. Поэтому здесь вы типа проседаете. Но по большому счету, если сравнивать с другими, то безусловно машина, сравниваясь с цикличными пушками в этой игре, чувствует себя, в принципе, комфортно по передвижению. Доходность, как я уже говорил, 175, ни вашим, ни нашим. Абсолютно нормальный стандартный показатель на своем уровне. Да, есть Левчик со 185, но его в сравнение брать не будем. А вот что стоит отметить, так это то, что, допустим, Т-2020, который идет сейчас в наборе с Чифтейном Т-95. Где ты у меня тут, блин, в этой таблице? Вот он, Чифтейн. Здесь у Чифтейна 170% доходности. Но, ребят, поверьте, лучше Чифтейн со 170% доходности и его играбельностью, и его 52% побед, чем Т-2020 со 175 на целых 5% больше доходности с его 51% по победам. И обратите внимание, что количество машин, которые выделены в таблице с зеленым цветом, а это обозначает, что процент по победам выше, чем у того, с кем мы сравниваем. Ну, соответственно, стоит задуматься по поводу того, почему такой процент побед у такого незначительного количества игроков. Скорее всего, машина не сильно играбельная. Как правило, если малое количество игроков катает машину, и она является редкой, то у нее высокий уровень по количеству побед. Потому что, как правило, эти машины юзают какие-нибудь крайне подкованные игроки и умеют их правильно применять. Ну, или сама машина редкая. На сегодняшний день машина редкая, потому что никто ее брать не хочет, когда ее отдельно от чего-либо выставляют на продажу. Правда, жизни. Потому что машина не сильно веселая, не сильно играбельная, и супер каких-то результатов по результатам боев вам не приносит. Среднего урона на ней вы особо не наколбасите, потому что ваш ДПМ в 2000 это с такой натяжкой, что просто капец. Это должны быть какие-то вялые, полуспящие соперники, в которых вы будете безнаказанно отбрасывать, взамен не получая размена. Соответственно, только в таких боях вы действительно сможете выходить на какие-то нормальные божеские показатели по количеству наносимого урона. Но я не знаю, может если вы какой-нибудь там статист и супер профессиональный геймер, у которого процент побед начинается от 65, и вы прям чуть ли не бок этой игры, и можете применять в бою практически любую машину, и готовы заехать даже на танке без боекомплекта, и при этом все равно наколбасить 2000 урона таранами. Окей, хорошо, здесь как бы вопросов не имею, но в целом, если вы среднестатистический игрок, поверьте, Т-2020 огромных каких-то результатов по боям давать вам однозначно не будет. Машина крайне неживучая, машина могла бы быть более веселая, если бы у нее хотя бы там время перезарядки было чуть бодрее, ну или хотя бы то же самое время перезарядки, но нормальное орудие. Что касается подвижности, как говорится, едет да и едет. Что касается углов склонения, вот стою я на вот такой горке, и вниз орудие я уже опустить не могу, то есть угол склонения типа минус 6, но по большому счету этот минус 6 работает только вот так вот, когда на борт скидываешь орудие, тогда видите, орудие опа и начинает подниматься. Только в таком случае орудие дает минус 6, а так по большому счету, у меня по ощущениям, что здесь в лучшем случае минус 4. Короче говоря, ничего бодрого, ничего веселого в отношении углов склонения вы не найдете. Теперь что касается времени сведения. Сейчас попробую отъехать назад, попытаюсь в кого-то посводиться. Ну вот, допустим, вот в этого АТ-15, который там где-то, да, надалеке находится, на дальнике, что-то я заговариваюсь. Так, ладно, сейчас меня начнут в бортину разбирать, попытаюсь как-то вот так что листать. Ну вот время сведения, вот оно пошло, и вот оно работает, все работает и работает, и при этом всем разброс просто огромен. Заряжаем голду, промах, просто супер. Я сейчас потратил голдовый снаряд, слил немножко серебра, ну и, соответственно, ни хрена с этого не получил. Теперь меня начинают разбирать. Почему меня не разбирал сейчас М41Д? Ну просто потому, что это легкий танк, еще и на левел ниже. Поэтому ничего удивительного нет, что конкретно он меня пробить не может. Вот одноклассник Т-26Е5, находясь еще сейчас на продаже на Евросервере. Он для меня тупо красный, хотя машина не отличается супер какой-то там броней. Ну, реально не отличается. Посмотрите обзор на моем канале, и вы поймете, о чем я говорю. Так, надо, короче, отсюда отваливать. Не хочу я здесь стоять. Вот едет товарищ. Попал в него сейчас исключительно случайно, просто потому что рандомно в него полетело туда, куда надо. А если бы мне приходилось сводиться сейчас и ждать сведения, то, поверьте мне, было бы крайне грустно. В этого товарища сейчас попадаю только лишь потому, что его вовремя загуслили, и я успел перезарядиться. Так. Еще один фарт. Просто навскидку. Лечимся, ремкаемся и продолжаем пытаться выжить. Реально, какая-то больше борьба за живучесть, чем попытки быть полезным в этом бою. Так, пока суть до дела, смотрим, куда пробивают. Абсолютно весело и спокойно пробивают в верхний бронелист, как вы видите, и особо никто не выцеливает, ну, какие-то там прям мягкие зоны. Просто кидают в верхний бронелист, да и слава богу. Не сильно, конечно, приятно, и причем танкануть особо у вас не получится. Каким бы ромбом вы там особо не становились, все равно пробивать вас будет. Добрали недобитка, большой героический поступок с нашей стороны. Сейчас надеемся на то, что вот этот товарищ постоит еще немножко, потому что... Ну, пожалуйста. Он решил не стоять, решил не получать от меня. С поджогом. Ну, слава богу, хоть какой-то результат будет по урону, но вот, в принципе, и все. Вот как-то вот так вот получается. Довернул башню не в ту сторону, куда надо, получил дополнительное отверстие в ней. Верхний бронелист сейчас уже, я так понимаю, ребята заварили сварочным аппаратом, но следы еще остались. Пробили вон сверху в башню. Короче говоря, ребят, пробивают. Пробивают жестко и пробивают так, что ты, в принципе, не понимаешь, каким образом тебе на данной машине нормально толково отыгрывать. На дальних расстояниях отыгрывать на данной машине не получается, потому что она косая, в принципе, как мой сосед на пьянке. Ну, а что касается отыгрывать на ближних расстояниях, то тебя крайне бодро разбирают, и ты, в принципе, ни для кого не являешься прям какой-то существенной преградой. И это ты играешь против восьмерок, а иногда на этой машине ты попадаешь против девяток. И когда ты против девяток попадаешь, тебя начинают бить, в принципе, как нашего Ваську где-нибудь за танцевальным клубом в селе, понимаете? Поэтому не сильно. Не сильно это, конечно, все весело. И особого удовлетворения и кайфа от игры я лично на данной машине абсолютно никакого не получаю. Я со спокойной душой отношусь к боям, в которых меня выносят. Но если в этих боях я все-таки получил какое-то удовлетворение и смог пофаниться. А вот если я захожу и меня выносят, да еще и с какими-то вот такими вот неприятными ощущениями того, что я и в бою-то сделать ничего не смог, ну это совсем тогда уже грустно. Может мне танк не подходит, но не сказал бы, потому что на ИСах я играю нормально, на Акуле я играю нормально, я вполне нормально играю на ВЗшках. А конкретно на данном товарище ничего веселого я не наблюдаю. Ну что, досматриваем бой, обязательно сейчас зайдем еще в одну катку, ну и будем подбивать итоги. И так, друзья мои, бой закончился поражением. Первое, что я хочу сделать, пока не забыл, я хочу лайкнуть нашу Сушку 101. Он действительно очень большой, молодец, он не сдавался и ему просто не подфартило. Я обязательно лайкосик ему оставлю. Пускай не он занял там какое-то первое место в команде по нанесенному урону, но в целом парень действительно годный, действительно молодец. Ну или девчонка, кто его знает, кто там сидит за рулем. Итак, ребят, неполные 2000 единиц урона. Это больше, я бы сказал, заслуга команды, чем моя заслуга, и в частности заслуга Т-2020. Что касается результативности по фарму, то безусловно здесь особо смотреть не на что. 16000 с учетом того, что я там пополнил боекомплект, пополнил снаряжение, амуницию. Короче говоря, на вот это вот все дело посливал-посливал, и у меня осталось чисто ганом 16700. 16700 это с учетом премиум аккаунта. Короче говоря, не то что не густо, а прям совсем жиденько. Что касается того, что я получил от данного боя. Я получил немножечко негативных ощущений. Мне очень сильно не понравилось то, что меня бодро и быстро разбирают. Мне не понравилось то, что я не могу танковать, и мне особо не понравилось то, что я не могу толково нормально стрелять. Я готов мириться с подвижностью машины, если мне взамен что-то дают. Я готов мириться с вялостью брони, если взамен что-то получаю. То есть, если мне дают возможность реабилитировать данный недостаток чем-либо. Чем реабилитироваться в Т-2020, я реально до сегодняшнего дня не понимаю. Хотя у меня огромное количество лет данная машина стоит в ангаре. И кстати, я там говорил по поводу фишки этой машины. Но вот если вы посмотрите, обратите внимание, сейчас после выстрела будет открытие верхнего лючка. Это красиво смотрится. Все. Вот такая вот красота, вот такая фишка. Теперь поехали дальше. Если бы она еще какой-то смысл несла, ну кроме красоты, тогда окей. Ну или хотя бы, чтобы ее было видно во время боя, чтобы она как-то, не знаю, там на затылке башни находилась. Кстати, ребят, обратите внимание, что вся красота наших машин, она предназначена, ребят, не для нас. Она предназначена для наших соперников. Потому что именно они видят наши машины спереди. Вот такую вот красивую грозную машину наблюдают. Ну а мы же наблюдаем вот такое вот что-то непонятное. Видом сзади. Такс. Я получил уже первую тычку. Обратите внимание, я ехал практически ровно выставленной башней вперед. И все равно от ПТшки отхватил. Неприятно, но факт. Время сведения. Опять меня продолжает радовать. Точность орудия. Сейчас заценим. Выезжай. Так, сейчас очень большой фарт. А я до сих пор перезаряжаюсь. Можно было бы 12-ку добрать. Но, к сожалению, не с моим счастьем. Так, и подъезжать ближе не хочется. И выехать сюда под Скорпиона, скорее всего. Короче говоря, как ни стань, а все равно сделают больно и неприятно. Так, комбашня. Да фиг там комбашня. Не с нашей точностью. А вот и Скорпиончик. Решил на меня не обращать внимания. Ай, как мне повезло сейчас. Ай, какое везение. Так, зажимают меня, ребят. Зажимают. И сейчас меня, скорее всего, в ангар отправлять будут. КВ четвертого проходного я не пробиваю. Да, он парень бронированный. Но, ребят, все-таки это неприятно. Согласитесь. Если ты прям вообще ничего сделать не можешь. Практически никому. Так, поехали. Может, попытаемся как-то вот так вот. Но я думаю, что сейчас он все равно меня пробьет. И обратите внимание, даже если я заряжаю голду, то мне... Блин. В основание башни не попал. Ладно. Вот так вот. Ну, бывает. Что тут скажешь. Короче говоря, ребят. Вот такие вот бои на Т-2020 практически постоянно. Будьте готовы к тому, что успешных классных боев у вас будет 2, максимум 3 из десятка. Если вы среднестатистический игрок. Его пробивают везде. И, как видите, нижний бронелист вообще никто трогать не хочет. Потому что абсолютно спокойно пробивают верхний бронелист. Абсолютно спокойно пробивают башню. И, поверьте мне, те два отверстия, которые были сверху на башне. Это совсем не показатель того, что именно их пытались выцеливать. Просто туда прилетел снаряд. И, согласитесь, не сильно приятно, когда в тебя прилетает, даже если в тебя не особо целятся. Здесь в этом бою вообще ни о чем. Не знаю даже. Наверное, стоит сделать еще одну катку. Потому что второй бой это вообще просто-таки мрак какой-то. Но я больше чем уверен, что третий бой тоже особо ничем отличаться не будет. Можно, в принципе, начинать потихоньку подбивать итоги по качеству Т-2020. Машина не предусмотрена для того, чтобы отыгрывать от башни. Потому что она не имеет ни брони в башне, ни углов склонения. Машина не предназначена для того, чтобы на ней ромбовать. Потому что как ты не становишься, тебя все равно будут абсолютно весело и спокойно пробивать в верхние бронелисты. Которые просто огромные и занимают практически весь прицел вашего соперника. Причем, если ты начинаешь отворачиваться в правую сторону, тебя бьют в левый бронелист. Если ты отворачиваешься влево, соответственно, будут пробивать в правый. Что касается, ребят, подвижности. Это, наверное, единственный плюс у данной машины. Только лишь потому, что есть машины менее подвижные. Но, честно говоря, я буду лучше, менее подвижен на КВ-4. Который хоть как-то держит удар. При том, что это проходная машина. Чем я буду более подвижен на полукартонном тяжелом танке. Что еще неприятно? Неприятно то, что время перезарядки, как правило, приводит к тому, что вы не успеваете бросить в соперника. Вы не успеваете бросить в соперника, либо потому, что он от вас уехал. Либо потому, что в него уже кинул ваш союзник. Короче говоря, в основном вы не успеваете. Что еще плохо? Плохо то, что время сведения такое, что вы, в принципе, пока будете сводиться, опять-таки ваш соперник уедет. Вот я до сих пор свожусь, я только сейчас закончил этот процесс. Ну и, ребят, точность орудия, которая оставляет желать лучшего. Да, порой даже на вскидку залетает весело. Но когда ты кидаешь не на вскидку, и ты сидишь и вот ждешь вот этого момента, что все, я сейчас свелся, как я сейчас попаду в него. Да на целых 400. И снаряд уходит вообще куда-то влево, либо вправо, либо я не знаю, куда в молоко. Ты понимаешь, что ты ждал этого, ну, в принципе, зря. Ну, просто зря. И потраченное время, и у тебя сразу начинает играть нерв. И ты хочешь, блин, отгрызть, не знаю, там, либо себе руку, либо съесть телефон, либо отгрызть мышки шнур, если у вас она шнуровая. Ну, либо ее просто проглотить. В случае, если вдруг она у вас работает без шнурка. Короче говоря, ребят, танчик одно сплошное уныние. Вот серьезно. Ладно, поехали, попытаемся хотя бы в этой катке хоть кого-то встретить, может хоть в кого-нибудь попасть. Ну, хоть вот против семерки поиграть. Ну, сводись давай уже быстрее в конце-то концов. Боже, как мне сейчас повезло, что АМХ в меня не попал, потому что, в принципе, сейчас было бы первое во мне отверстие. Он уже спускается, а я все перезаряжаюсь. Это очень клево. Спасибо братку на тигре, что он сюда подъехал, потому что без него сейчас было бы совсем скучно и грустно. Ну вот, блин, ну вот даже на вот таком расстоянии умудряешься не попасть в ком-башню, которая занимает практически весь твой прицел. Угол склонения. Класс. Не хватает для того, чтобы забросить ему сбоку в районе кормы. Так, давай. Тебя-то мне хватит сил пробить или нет? Даже тебя не хватает сил пробивать. Хотя ты семерка. Вроде бы на тебя-то как раз должно было хватать. Вот так вот он выглядит в прицеле. Башня у него, блин, крепкая для меня. И это с учетом того, что он на левел ниже. Добрали. Добрали моего союзника. С моим КД я думаю, что я особо-то и урона здесь не набросаю. Сейчас приедут с кормы разбирать. Надо быстро этого выносить. Разворачиваться и встречать. Фараон. Надь тебе, здрасте, забор покрасьте. Очень рад тебя видеть, брат, с твоим трехзарядным барабаном. Химера плюс Кейлер. Короче говоря, собралась компания такая, что врагу не пожелаешь. Все, не пробил. Ну а дальше меня выносят. Вот так вот. Опять пробивается полностью вся башня. Опять в верхнем бронелисте у меня отверстие. Короче говоря, ребят, машина крайне неживучая и очень сложная в ее реализации. Что касается того, что я смог сделать за данный бой. 1730 единиц урона. На передовую на нем однозначно не поедешь, потому что ты смертник. Да, я сделал, как ни крути, два фрага, но в целом это не моя заслуга. Если бы не Тигр второй, я бы гораздо раньше находился уже в ангаре. Ну и что касается результативности по команде, то второе место. И опять-таки не потому, что танк суперкрутое, а потому что многие ребята там сыграли существенно хуже. КВ-4 вообще походу не сыграл. Ну и ребята, соперники тоже довольно неплохо отыграли. Поэтому, ребят, вот этот вот показатель, он будет преследовать вас в принципе в этой машине, я бы сказал, постоянно. Так, выполнил квестик, надо будет игла седьмого забирать. Ладно, отвлекся, простите. Итак, Т-2020 в составе вот этого вот набора. Я считаю, что данный набор, он выгоден только лишь потому, что здесь есть три премиумных машины восьмого уровня. И усредненно каждая машина обходится вам в 3333 золотых монеты. Ну это если там на калькуляторе приблизительно посчитать. В таком варианте, да, безусловно, данный набор является довольно-таки выгодным. Ну просто потому, что там есть Чифтейн Т-95, который в принципе как ни крути, а допустим тысяч 5-6 он стоит. Ну тут уже как бы спорить, я думаю, не с чем. То же самое касается и Лорки 40 тонн, которая тоже, я бы сказал, стоит своих 5-6 тысяч. Поэтому по большому счету, даже если вдруг Лорку и Чифтейна Т-95 оценивать в 10 тысяч, то тогда Т-2020 просто идет вам в нагрузку в подарок. В конце концов, вы его можете продать, таким образом освободите себе место в ангаре. Хотя лучше оставьте себе его для коллекции, вдруг когда-нибудь вам захочется себя помучить. И вместо того, чтобы протыкать себе ноги иголками, ну или не знаю, там, чесать голову железной щеткой для снятия краски с машин, вы будете играть на Т-2020. Может даже будет немножко и поприятней. Как-то приблизительно так. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего. Если вы за честность, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.